Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Андрей Коваленко. Торгуем по объемам с Валфикс. Мы знаем, как называется эта передача. И Андрей, трейдер из Москвы, уже с нами. Приветствую вас, Андрей. Здравствуйте, Игорь. Приятно снова встретиться со всеми вами, друзья, после некоторого перерыва. И включаем демонстрацию рабочего стола. Что хочу объявить в этот раз? Как всегда, объявляю что-нибудь такое неожиданное, но и в этот раз тоже. Значит, мы создаем группу с компанией Валфикс. И для тех, кто хочет торговать, используя торговую аналитическую платформу Валфикс, мы приглашаем к себе. Мы приглашаем к себе. И эта группа будет абсолютно бесплатная. Абсолютно бесплатная. То есть, в первую очередь, я приглашаю тех ребят, которые у меня обучались. Вот. Как минимум, нужно иметь в использовании эту программу Валфикс. У кого она не подключена, милости просим ко мне на сайте. Свяжитесь со мною. Со мною. Сейчас ссылочку кину вам в чат. И по приглашению вы заходите в эту группу. Все минимальные требования я вам оглашу. При контакте. Значит, нажимайте на контакты. И свяжитесь, пожалуйста. На e-mail, в Skype можете мне писать. Либо здесь вот есть контакты, почта, Skype, Facebook. И, пожалуйста, мы будем с вами связываться. Вот. И по малочисленным просьбам еще что. Начинаем обзор с криптовалют. С криптовалют. Давайте мы посмотрим. Начнем смотреть на биржи Bitfinex. И начнем мы с биткоина. Вот, друзья. И Андрей Коваленко туда же. Но он, правда, никогда крипту особо не критиковал. Так что имеете в виду. Я же говорил, что эти чудеса мы еще это как бы цветочки. Мы увидим еще и не такое. Так что все в порядке. В общем, выражение «всем там будем» это про криптовалют. Да. А, ну вот еще одно объявление забыл сказать. Что платформа Wallfix открыла у себя подраздел торговли криптовалютами. Так что в полный, так сказать, объем им можно пользоваться этим ресурсом. Вот. И что же мы здесь видим? Смотря на объемы. Видим, что достаточно долго биткоин топтался, топтался, топтался. Накопил объем. После этого последовало долго ожидаемое движение. Естественно, технический откат, на котором мы набрали объемы. И теперь, что мы следующее видим? Как всегда, объемы на проталкивание уровня. И после чего выход к новым высотам. И многоожидаемый, опять же, ретест. Ретест набора объема. И смотрим, что опять же мы на объемах на проталкивание выходим к новым значениям. 5760. После этого следующий рывок вверх. Ретест контрольного уровня. И выход 8054 долларов. Смотрим более детально на четырех часах. Что же мы видим? Видим набор. Опять тот же выход вверх. Некоторую проторговку. Ретест. И, как говорится, полный вперед. То есть никаких посылок к тому, чтобы рассматривать какие-либо продажи. Мы не видим. Во всяком случае, на четырех часах. Переходим к часу. Вот так вот уже детально посмотрим, как говорится. Все та же картина масла. Видим более детально проторговочку. Видим ретест. Видим набор позиций. Почупали контрольный уровень. 7398. И, опять же, выход к новым вершинам. Так. Ну и давайте в заключение минутку посмотрим. Может, там что-то интересное есть. По входу в рынок. По входу в рынок. Что здесь можно порекомендовать? Давайте все-таки, наверное, чуть выше по таймфрейму. Поднимемся. Пятиминутка. Да. Пятиминутки глянем. Значит, очень интересен вход интродэй, я имею в виду, при откате где-то к 7808. Вот. Для продолжения движения вверх можно рассмотреть. Либо после закрепления, после закрепления по таймингу, выше 8, ну, текущей цены. То есть, обязательно должен быть выход с закреплением, ретест и потом продолжение движения. То есть, рекомендую рассмотреть такой вариант. То есть, мы предполагаем, что здесь будет так называемая точка вращения, выход вверх, ретест. И мы с вами будем рассматривать вход в покупки. Так. Далее смотрим Ethereum. Так. Часовой таймфрейм. Дневной таймфрейм, пардон. Что же мы здесь видим? Техническая картина. Очень похоже на треугольничек. И очень похоже, что мы подходим к заведной цене, да? Какая будет реакция? Давайте посмотрим, что предшествовало такому выходу. Видим область, в которой набиралась позиция. И видим, что опять же на объемах выход вверх. То есть, предполагаю, что если даже и будет какой-то откат, то максимум это где-то в район 300. В район 300. И, возможно, опять же, продолжение движения. Потому что фактически все криптовалюты показывают практически одинаковую динамику. Обращаем внимание на те деньги, которые вошли в рынок. И вот этот вот выход. Так. Давайте перейдем к часу. И в моменте посмотрим, что же можно предпринять. Так. Давайте вот так рассмотрим. Видим. Интересно про торговочку. Видим, вошли деньги. Видим объемы на проталкивание и закрепление выше этих объемов. Конечно, желательно, чтобы был выход вот такой вот. А потом уже ретест. На этом ретесте можно будет попробовать отыграть какую-то, там, допустим, в район 400, там, с копейками 480. Вот. Как минимум отмеренный ход. То есть, такая перспектива движения вполне может быть. Затем предполагаем откат на ретест. На ретест. То есть, вышли. Отретестили. И после этого продолжение движения. Так. Смотрим далее. Далее давайте мы посмотрим Yota. Так. Yota дневной таймфрейм. Очень красивый. График. К сожалению, на этой бирже только порядка двух месяцев торговли. То есть, ранней истории просто у меня нет. Но, тем не менее, что мы видим. Мы видим набор позиций. Опять же, выход вверх, вышеконтрольного уровня на объемах. И все дальше и выше, и выше идем. Какие-то объемы встречаются. То есть, кто-то сопротивляется. Хочет продать. Но это не подтверждается, так сказать, движением. То есть, объем есть. И движение вверх продолжается. Отката никакого нет. Так. Смотрим далее. Посмотрим на пятиминутки. Что в моменте можно посмотреть. В моменте можно посмотреть следующее. То есть, видим вход денег. Опять же, выход вверх. И закрепление вышеконтрольного уровня. То есть, вполне от района 350. Можно торговать на продолжение. И придерживаться того сценария, который мы с вами изложили. Если вас интересуют еще какие-либо криптовалюты. То, пожалуйста, даете заказ. Но давайте мы, к примеру, посмотрим, быть может, на овощи. И перейдем уже к основным фьючерсам. К основным инструментам. То есть, тоже, что мы видим. Историю за два месяца только. И видим, что сейчас мы пытаемся закрепиться выше 40. Выше 40. То есть, вышли вверх. Опять же, объемы. Пока что никакого отката я серьезного не вижу. То есть, скорее всего, как говорится, криптовалюты рулят. Так, ну и давайте посмотрим на пятиминутки. На пятиминутки. Сейчас, секундочку. Вот. То есть, что в моменте у нас можно сейчас посмотреть? Не особо, так сказать, ликвидный инструмент я вижу. Все-таки лучше биткоин там, йоту смотреть. Но, тем не менее, вот вышли вверх. Смотрим, будет ли возврат к поинтов контрол. Вот. И после этого, скорее всего, что будем рассматривать, опять же, в рост. Так, ну и переходим к нашим любимым инструментам. Начнем с, как всегда, с индекса доллара. Сейчас, секундочку. Загрузимся. Буквально секунду. Смотрим на часе. Пока что. Итак. Что мы тут с вами, как говорится, имели? Имели с вами выход в район 90.88. Набор объема здесь произошел. И импульсное движение на объеме, как мы видим. Вот. После чего мы предполагали отыгрывание к 94.06 с ретестом 92.5. То есть, это движение как бы свершилось. После чего мы ожидали отскок. Это тоже произошло. И тут мы видим фиксы, да? То есть, фиксили и обратно вышли на импульсе ниже контрольного уровня. Что сейчас следует? Следует закрепление. Так. Стоит ли рассматривать сейчас покупку доллара? Я думаю, что мы под некоторым сомнением. Почему? Потому что следует рассматривать покупку только после выхода выше контрольного уровня 94.06. Смотрим евро-доллар. Картина маслом, да? То есть, мы отыграли от... Рассматривали здесь, значит, несколько уровней, да? Вот, где мы с вами видели объемы. То есть, в рынок входили деньги. В рынок входили деньги. И так или иначе мы видим, что эти уровни защищают. То есть, опять же, вот видим импульсный подход к уровню, набор объема и выход вверх. Так, смотрим на часе более детально. Что тут был за ретест и что дальше с этим делать. На часе мы видим выход вниз, причем видим объемы на проталкивание контрольных уровней. После чего фиксы, фиксы и импульсное движение, причем мы пробили здесь всех ребят, которые становились в продаже. Пробили выход выше контрольного уровня, откат некоторый. Что здесь печально, что не очень технично играет. То есть, вот, было подозрение, что отсюда мы уйдем вверх. Но, однако, смотрим, что заскок вниз ложный и опять вход в этот диапазон. Однако, смотрим, подтвердили, что этот вот уровень. Чуть-чуть не дошли. Чуть-чуть не дошли. Какое движение ожидаем? Ожидаем движение в диапазоне. Вот в этом диапазоне. И потом с возможным выходом выше. Если будет выход на импульсе, сейчас в моменте, продолжаем рассматривать кланговые позиции. Вот. Шартов пока что не вижу. Шартов пока что не вижу. То есть, понятно, что вот здесь вот как бы повходили деньги. И после чего вот стопы снесли и пытаются отыграть выше. Так. Идем на 10 минутку. Мы вошли в диапазон. Есть объемы на проталкивание. То есть, скорее всего, тут будет какое-то внутреннее закрепление. И попытка выйти выше там. 1,1840. 1,1840. То есть, если такой сценарий у нас будет иметь место, ну что, рассматриваем движение вверх. Фунт в дневной таймфрейме. Четко удержали уровень. 1,395. Объемы внутри диапазона. И выход вверх. К верхней границе пока что не дошли. Смотрим на часть. Смотрим на часть. То есть, рекомендую посматривать на ютубе, на нашем канале, рекомендации, которые мы даем до открытия рынка. До открытия рынка до 10 часов. Вот. То есть, мы говорили о чем? Что прежде всего следует обратить на вот эти вот объемы, от которых пошло движение вверх. И мы видим перекрытие предыдущего максимума. После чего ретест. Видим объемчики, от которых пошли импульсом сегодня вверх. То есть, мы рекомендовали покупать, во всяком случае, к обозначенной цели. Как видим, наше предложение весьма-весьма корректно отработало. Так, давайте на 5-ти минутки. На 10-ти минутки, извиняюсь. Так. 10-ти минутка. Что мы здесь видим? Шартов пока что точно нет. Видим, что вышли, опять же, выше предыдущего максимума. Объемы. Объемы. Но пока что продаж мы не видим. Пока что продаж мы не видим. Скорее всего, будет закрепление. Если будет такой сценарий с закреплением, ждем импульса. И входим с коротким стопом. Пока что так. Если же мы опять войдем сюда, вот, в диапазон, и пройдем ниже контрольных объемов, тогда мы уже с вами будем рассматривать вот такое движение. Это, опять же, интродэй работа. Так, далее смотрим золото. Дневной таймфрейм. Золото набрало объемы. Выше 1264. И импульсом вверх. На часе видим объемы на проталкивание уровня. Импульсный выход 1298.20. И сейчас технический откат. То есть, предположительно, откат отыгран. И, скорее всего, что будет попытка пробить достигнутый максимум. Пока что работаем по такому сценарию. Смотрим 10 минут. То есть, вроде бы, да, были фиксы. Но обратно весьма вяло. И, опять же, объемчики. И пытаемся уйти выше контрольного уровня. То есть, ниже пока не пускают. Смотрим, если будет вот такой вот выход выше. Ну, 1290, скажем так, 2. Вот так вот. Желательно, чтобы какой-то импульсочек такой был. Вот. И когда можно вполне входить, коротенькие стопики работают. Так. Если сценарий не подтверждается, естественно, не входим в рынок. И на заборе сидим. Так, бренд. Дневной таймфрейм. Ну, подневки, что здесь можно сказать? Что очень хорошо купили. Отыграли. 55-35. Набрали объемы. Протолкнули на объемах уровень сопротивления. Оттестили его. И пока что сейчас входим в броди выше 60. Смотрим на часик. Значит, какие сегодня были рекомендации у нас? Однозначно отмечен уровень. Видим, что этот уровень мы пробили на объемчиках. И была попытка войти сюда, в диапазон. Чего не произошло. Чего не произошло. То есть, вот эти вот ребята, которые здесь тортались, пока что держат позицию. Держат позицию. Посмотрим. А как ли это технически какой-то? Вот эта вот точка вращения должна сдержать нисходящее движение. То есть, смотрим. Если будет вот такой вот выход, естественно, работать продолжаем в бланге, имея точку входа и все основания для этого. Если же мы прокатимся ниже, сюда вот к поддержке, и тут у нас будет сигнал, работаем. Во всяком случае, на перехаре сюда. Сценарий, который еще может быть. То есть, мы свалимся еще ниже. Тут, значит, не торопимся, потому что масса поддержит. Шестидесятку, скорее всего, будут держать. И тут лучше присмотреться. То есть, не торопиться с решением. Не торопиться с решением. Пока что давайте посмотрим на 10 минутке. На 10 минутке. В бланге точно нет пока никакого сигнала. Почему? Объемы хорошо. Вроде как сдержали. Но нам нужно основание. То есть, какой-то объем, какая-то реакция на него. Пока что этого ничего нет. Никакого рисунка. Похоже, что вот этих вот ребят пытаются снести и уйти вниз. Все, внимание на уровень. 61,68. Так. Смотрим дальше. Сишка, потом по вашим вопросам. Дневной таймфлейм. Так, давайте поубираем лишние уровни. Дабы нам здесь ничего не мешало. Дабы нам ничего не мешало. И что мы видим? Классическое отыгрывание. Зеркального уровня. Зеркального уровня. То есть, здесь прежде всего внимание. Потому что, возможно, пойдет отработка пятой волны. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Если же мы на объемчиках пробьем вниз. Скорее всего, это зигзаг. И мы будем пытаться играть первую волну. Вторую. И третье продолжение вниз. То есть, как бы рассматриваем такие варианты. Смотрим на часе. Приоритеты. Да, красиво отскочили. Красиво отскочили. То есть, вполне может быть сценарий. С тем, что у нас будет сформирован какой-то отскок. Рассматриваем. Как минимум 60 тысяч. Рассматриваем как минимум 60 тысяч. Что еще, как бы, влияет на именно такой взгляд на рынок. Ну, первое, что обстановка, так сказать, политическая. Вот. И вот эти вот объемы, которые мы не перекрыли пока что. То есть, видим, что брали здесь позицию. Здесь добавлялись. И сейчас просто ретест у нас. Просто ретест. То есть, можно ставить стоп. И это вот в проеме ниже 59, 200. Вот. Ну, пока что играть в ланге. Так. Ну, и смотрим контрольное на 10 минутки. Потом переходим к вашим вопросам. Ну, вот смотрите. Красиво можно было зайти. Я ребятам кидал сигнал в чат. То есть, мы вот этот паттерн отрабатывали. И работаем сейчас к контрольному уровню. То есть, приглашаю в группу. Там мы рассматриваем все вот эти вот моменты. Так. Господин Апрель просит ВТБ посмотреть. Давайте посмотрим ВТБ. Дневной таймфрейм. Красота среди бегущих. Вот это мы улетели. Вот это мы улетели. Поправляем уровни. Управляем уровни. Так. Это тревожно. Тревожно. Очень тревожно. Ну, что здесь можно сказать. Что я бы дождался какого-то отката. Пока что, естественно, сейчас входить. Могут просто повалить. Не исключаю такого. Такой возможности. Пытаются как-то остановить, я вижу. Но чем это закончится, непонятно. А вот возврат к контрольному уровню вполне к поддержке. Который теперь у нас будет сопротивлением. Вот отсюда можно смотреть. И стопик поменьше. И очень хорошее движение можно словить. Ланги, естественно, на дневном таймфрейме против такого движения. Смерти подобно, как говорится. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, смотрим. Ой, красиво, как ушли-то. Ой, красиво. На импульсе пробили. Объемы вниз, объемы вниз, объемы вниз. Сейчас, судя по всему, технический откат. Куда пойдут, непонятно. Можно потихонечку тариться. Если много денег. Если много денег, то можно 5-960 пытаться словить. Это если очень жадные. Если не очень жадные, то тогда ждем конкретного сигнала. Ясненько. Поняли вас. Спасибо большое, Андрей, вам за ваш обзор. Вам хорошего. Удачи на рынке. Спасибо, Игорь. Отключаем демонстрацию. Прощаюсь со всеми. Приглашаем к нам в группу изучать Валфикс. Спасибо, Андрей. И вам также.